Добро пожаловать. А во-вторых, бьет в эти окна, очищает, когда увидела. Начало строительства, январь 2021 года. 360 тысяч рублей за квадратный метр. Обратную тягу вентиляции для удобства жителей. Люди месят грязь. А это будет постоянный шум и дискомфорт. Я даже не знаю, как вы отсюда будете заезжать и выезжать. Зона кухни. Вид, конечно, классный на гараже. Все подписано с рисунками, все понятно. Не билось в стенку. И смотрится хорошо. Выдача озона. Яндекс.Маркет. Это реально, друзья, подвал. Протекает. Просто висит кнопочка. Смотрите, качество. Кроме отчетливого запаха. 24 этаж. Как вот это все принималось. И со временем все начинает отходить. Мы с вами, друзья, на кровле. Это просто приставили. Ограждающая конструкция. Видите, там просто дырка. По-другому это не назвать. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. После новогодних праздников нас ждет рост стоимости на недвижимость. Это связано с тем, что один из крупнейших банков России, Сбербанк, с 11 января 2024 года изменяет для застройщиков комиссию за выдачу ипотеки по госпрограммам. Чтобы получить ипотеку с 11 января 2024 года по госпрограммам, застройщики должны будут дополнительно субсидировать часть процентной ставки. По льготной ипотеке комиссия банку составит 7,5% от суммы кредита. А это 450 тысяч рублей от максимальной суммы кредита, которая на сегодня составляет 6 миллионов рублей. По семейной ипотеке комиссия составит 8,4% или 504 тысячи рублей. По IT-ипотеке 8,9, что составит 534 тысячи рублей. Если застройщик дополнительно процентную ставку по ипотеке не субсидирует, купить квартиру в его новостройках в ипотеку от Сбербанка можно будет по стандартным ставкам. Они на сегодня достаточно высоки. Согласно информации, размещенной на сайте банка, условия льготной ипотеки меняются из-за вышедшего 23 декабря постановления правительства Российской Федерации с новыми правилами выдачи госипотеки. Для себя я понимаю, что застройщики за свой счет не будут выплачивать комиссию банкам. Все ляжет на наши плечи. Если данное новшество Сбербанка пропустят контролирующие органы, то данную комиссию начнут взимать и все остальные банки, что приведет снова к росту цен на недвижимость. Льготную программу на новостройки после ее завершения 1 июля 2024 года возможно продлят в регионах с низким спросом, а семейную по всей стране. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснулин. В Санкт-Петербурге бум строительства будет на юге города ближайшие лет 10, где обширные бывшие колхозные поля. Также будет развитие новых территорий и новых ипотечных программ для Крыма, Донецкой, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областях. Будут восстанавливаться города, где проходит специальная военная операция, как на примере с Мариуполем. К примеру, в ДНР ипотека на новостройки составляет 2% годовых. В Мариуполе однокомнатную квартиру новостройки можно приобрести от 5 миллионов рублей. В жилом комплекте «Ленинградский квартал» однокомнатная квартира стоит от 5 миллионов 400 тысяч рублей. По госпрограмме «Новые субъекты» ипотечная ставка будет составлять 2% годовых. Первоначальный взнос от 10% и ежемесячный платеж в 17 тысяч 860 рублей на весь срок кредитования. По прямой от жилого комплекса «Ленинградский квартал» до Таганровского залива, который впадает в Азовское море, 734 метра. Сколько бы у нас стоила такая квартира? Так что я считаю, что за этими регионами будущее. Сегодня 31 декабря 2023 года. Остались считанные часы до нового 2024 года. Новый год – это семейный праздник. Мы его празднуем в кругу семьи с родственниками и друзьями. Я поздравляю наших парней, участвующих в специальной военной операции. Желаю вам здоровья, выполнения цели СВО и скорейшего возвращения домой. С новым 2024 годом, парни! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok